народ всем привет меня зовут руслан и вы на канале мастак друзья у нас сегодня необычный формат это новый формат на канале формат влога это будет первый выпуск и объясню зачем к чему и почему вообще мы начали этим заниматься но для начала наверное первое у нас у всех есть хобби увлечение какие-то развлечения и естественно нам это всем нравится но на это у нас не так много времени так как у всех работа у всех какие-то заботы другие и ну в основном наверное работа у всех забирает основное время дня наверное каждый думал много раз можно ли заработать на своем хобби на своих увлечениях деньги это нормальный вопрос мне кажется но нормального человека обычного так вот, наверное, я как метод эксперимента проверю, возможно ли заработать мою зарплату на моих увлечениях, а вы можете за мной следить. Мои увлечения, эпоксидная смола, изделия из эпоксидной смолы, сережки, подвески, разделочные доски, ну, всякие там финтифлюшки, много всего. Это мы решили. Формат блога понятен, теперь переходим к инстаграму, где же мы будем все-таки, ну, надо как-то зарабатывать, правильно, надо продавать товар, для этого, конечно же, лучше всего подходит инстаграм. У нас есть рабочая страница инстаграма от канала, на ней 749 подписчиков, друзья, но буду честен, за инстаграмом мы следим слабовато, то есть мы что-то выкладываем очень редко. Так вот, мы со своей стороны обязуемся публиковать в день обязательно один пост, плюс публиковать 10 сториз в течение месяца, дабы не было, грубо говоря, вопросов, что мы там обленились, заленились, а потом скажем там, а, не получилось что-то. Вот, один пост плюс 10 сториз, то есть я думаю, все понимают, как работает инстаграм, и что чем чаще ты выпускаешь что-то, чем больше у тебя публикуются сториз какие-то, тем больше вероятность того, что на твою страницу зайдут хэштеги, все дела. Это первое. Во-вторых, мы обещаем публиковать раз в два, в три дня влог, выпуск влога, и отчитываться, как же у нас идут дела, что мы делаем, как мы пытаемся продвигать, как мы, что вообще происходит. Я думаю, вот выпусков 15, где-то 10-15 мы снимем примерно, потому что, я думаю, много будет уходить времени на инстаграм, на производство изделий наших. Суть, в принципе, вот только в этом. Итак, друзья, давайте подытожим. Я понимаю, что, возможно, не все понятно, потому что и мне немножечко нервно, я переживаю, и мы снимаем одним дублем, но все-таки быстро и коротко. Есть увлечения, хобби, есть изделия, есть инстаграм. Один вопрос. Сколько можно заработать на эбоксидной смоле в наше время, друзья? В месяц мы поставим такую черту. В месяц не будем брать год, неделю, день, два, месяц. Ровно месяц. Моя зарплата 45 тысяч рублей. И в конце месяца посчитаем, сколько мы заработали. С вычетом, естественно, эбоксидной смолы. Естественно, каких-то там вот, если мы делаем, допустим, серьги из дерева и эбоксидной смолы, будем вычитать полностью, ну, себестоимость фурнитуры. Всего этого будем читать только доход. И посмотрим уже на живые цифры. Я думаю, это интересно достаточно. Я понимаю, что у всех увлечения разные, но как эксперимент, в принципе, я думаю, это такое одно целое. То есть, неважно, чем вы занимаетесь, в принципе, я думаю, эбоксидная смола тоже не самая популярная тема. Неплохая, но не самая популярная. Есть намного больше интересных вещей, там, от кройки до готовки пирожных и тому подобного. И узнаем, собственно, возможно ли это или нет. Что я хотел бы с вас попросить, друзья? Попросить у вас. Если вам не тяжело поддержать нас, поставьте лайк, напишите комментарий, возможно. Может быть, если вашим друзьям будет интересно, можете им посоветовать посмотреть нас. Мы обещаем отписываться в сторис в инстаграме, на ютубе, естественно, влогом отчитываться. Но также будем попутно выпускать и ролики. Но тут уже будем помечать, что это идет именно влог, как сегодняшний первый выпуск. На этом все, друзья. Наш инстаграм будет снизу. Если вы захотите нас поддержать, просто подпиской, либо лайком, можете заходить к нам в инстаграм. Можете поддержать нас здесь, можете подписаться на канал, друзья. Ну, а мы, получается, начинаем. И закончится наш влог и эксперимент ровно 9 мая 2020 года. Ну, я думаю, это уже понятно стало. На этом всем пока. До встречи.